Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о самом главном. Многие предлагают вам разговор о самом главном, о вкусной и полезной пище, о здоровье тела, о красивой и модной одежде. Но это не самое главное. О самом главном поговорим сегодня мы. А что для человека самое главное? Без чего человек не может на земле прожить? Разве он не может прожить без красивого дома? Может. Ну, например, без каких-то дорогих машин? Может. Без каких-то чрезмерных удобств? Может. Может прожить и в скромной одежде, при скромном гастрономическом наборе? Может. А вот без чего человек не может прожить? Человек не может прожить без самого главного. А что же все-таки главное для человека? Это любовь. Вот человек может без дома, без внешнего благоукрашения. А как на свете без любви прожить? Вот для человека очень важное и главное в жизни – научиться любить. Потому что человек, который не научился любить – это несчастный человек. Это человек, который не только себя не нашел, но и других потерял. Он не способен сохранить ни дружбы, ни верности, ни любви. Без любви все ничто, говорит нам святой апостол. Как это понимаете? Все, ничто, все не имеет никакого смысла, если ты не любишь. Если ты не любишь, – продолжает апостол, – то ты не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И когда мы говорим о любви, то мы не затрагиваем эти плотские чувства наслаждения и удовлетворения плоти. Мы говорим о любви с большой букв. К сожалению, любовь опустили сегодня на такую низкую ступень, что даже оскорбляя это великое имя Бога, потому что Бог есть любовь, люди совсем утратили и смысл, к чему нужно стремиться. Итак, если Бог есть любовь, а мы узнаем об этом из Священного Писания, настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И вот если мы не почувствуем этой главной любви к нам, нашего Создателя, мы ни во что не поверим. У святителя Иоанна Златоуста есть замечательная книга «Что значит быть христианином». Я советую вам почитать эту удивительную и полезную книгу святителя Иоанна Златоуста «Учителя 4-го столетия». Да, об этом говорили всегда, в начале века, в середине и в конце. Поэтому говорить о любви нужно не уставать. Нужно чаще призывать людей к любви. Мир, оскудев в любви, прекратит свое существование. Об этом предупредил нас Христос. По умножению беззакония во многих охладеет любовь. Вот признак конца человеческой истории. Оскудение любви, вот этого главного, если не будет между мужем и женой, между детьми и родителями, между теми, кто живет рядом по соседству, те, кто управляет и те, кто подчиняется. Если не будет любви, будут обязанности, будут какие-то законодательные отношения. Ведь без любви все ничто. Все разрушается. Вот чтобы этого не случалось, нам нужно искать, нам нужно стяжать любовь. А как? Вот не ответив на этот вопрос, наверное, было и бесполезным начинать этот разговор. Именно отсылая вас к трудам святителя Ана Златоуста. Толкователи не просто Евангелия, Библии, Псалтири, творца многих замечательных книг, почему и называют его Златоустом. Он был действительно как великий проповедник, словно златыми устами, говорящий о Боге, а как о любви. Не случайно ему явился Иоанн Богослов и благословил его еще при земной жизни. Это откровение небесного благословения Иоанну Златоусту от Иоанна Богослова, апостола любви. Так вот, многие говорят сегодня, как я могу любить того, которого не вижу? Но ведь мы не видим своих родных, вот, допустим, сейчас не все рядом с нами. Но мы не перестаем их любить. Те, которые сегодня далеко от нас, в другом городе. Мы же не перестаем любить. Мы знаем, что они есть, и мы любим. Вот точно так мы можем любить Бога, которого не видим. Бога вообще невозможно увидеть и остаться в живых, говорит нам Священное Писание. Невозможно увидеть того, кто сотворил Солнце. Как ты, человек, хочешь своими земными очами увидеть того, кто сотворил Солнце? Вот почему. Бог есть свет. Если ты увидишь Бога, ты можешь просто ослепнуть. Бог не хочет этого. Поэтому ты можешь любить Его, не видя. А вот Бога Христа Он нам явил. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богу. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Бог воплотился от Пречистой Девы Марии и явил нам Славу Свою и Любовь Свою через воплощение Сына Своего и Бога нашего, Иисуса Христа. Вот если я узнаю о Христе, что Он для меня сделал. А мы совсем недавно были по Святой Земле, Иерусалиме, прошли по всем местам, где был Христос, где Он преобразился, где Он крестился, где Он был распят, где воскрес. И мы еще раз своими очами увидели, что все, это правда. Его нет, я не вижу Его. Но я верю, что Он есть. И если я в это верю, то это не мешает мне Его любить. Я люблю Его. Я люблю Господа Иисуса Христа. И вы любите. Потому что Его нельзя не любить за то, что Он сделал ради нас. Не случайно все православные христиане называют Его Иисусом Сладчайшим, читая Ему в том числе канон перед Святым Причащением. Так вот, первое, если мы не видим, это не дает нам возможности прекратить нашу к человеку или возлюбленному любовь. Не случайно Моисей, который возлюбил Бога, и в Библии мы читаем эту историю, а Моисей, который не только пренебрег этой царской властью, но и стал простым иудеем среди рабов, как бы видя пред собой невидимого, говорит нам Священное Писание. Он жил, как бы пред собой видя невидимого, которого полюбил. Вот и мы должны жить, как бы видя пред собой невидимого Бога и любить Его, даже если не видим Его своими человеческими, плотскими глазами. Второе, мы не видим Бога, но видим Его создание, видим Его творение, видим то, что Он сотворил, небо, землю, птиц, животных, растительный мир, подводный мир. Вот всякий раз, когда вы смотрите телепередачу, или выезжаете на природу, любуетесь зимним пейзажем, знайте, это картина Бога, которую Он написал для тебя. Вот если мы это понимаем, мы начинаем любить Бога по Его удивительным делам. А Бог сотворил и воду, которой мы пользуемся, и свет, которым мы освещаемся каждый день, и солнце, которое восходит над праведниками и грешниками, и звездное небо, и птицы, которые летают на нашей голове. Это все Его творение. И мы можем видеть Бога через Его творение и познавать Его. Третье. Кто-то скажет, я не вижу Бога, в творениях не узнаю, но я могу узнать Бога, потому что Он любит. А что любит Бог? Бог любит бедных. Бог любит обездоленных. Он сам сказал о том, кого Он любит. Бог сам сказал, все, что вы сотворили одному из меньших сих, вы мне сделали. Если мы помогаем бедным, мы, значит, помогаем любимому Богу. Если мы помогаем нуждающимся, страждущим, больным людям, мы оказываем ради любви к моему Христу, любовь к тем, кто дорог Ему. Больные, немощные, страждущие люди. Вот почему христианин уже живет по-другому. Любя Бога, он уже не может не любить ближнего. Потому что Евангелие открывает нам, как ты можешь любить Бога, если ближнего своего ненавидишь. Если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего ненавидишь, то ты лжец. Ибо как можешь ты любить невидимого, когда видимого перед тобой, друга Божия, которого он любит, ты ненавидишь. Вы чувствуете, как меняется все в голове у человека, который хотя бы об этом задумается. Задумайтесь об этом. Тогда у вас не будет врагов. Вы можете оставаться врагом для кого-то, Но у вас врагов не будет. Потому что вы научитесь любви. А любовь, она побеждает страх. В страхе нет любви. Истинная любовь изгоняет страх. Вот поэтому давайте постараемся, дорогие братья и сестры, любить. Объектом любви может стать человек при трех условиях. При внешней красоте, при благотворительности, то есть благодеянии к нам, И при его ответном чувстве любви. Завершая программу о самом главном, Не забудьте то, что самое главное в жизни каждого из нас – это любовь. Всего вам доброго. И храни вас Бог. Храни вас Бог, имя которому – любовь. Субтитры создавал DimaTorzok